Раннее утро. Ну как раннее, 8 часов утра. Сбор у драмтеатра. Выдали браслет Байкал Трейн, фирма. И мы собираемся ехать на Байкал. Это такси получается. Наша группа многочисленная у нас. Корейцы, китайцы, немцы, но совсем чуть-чуть русские. Оказался наш транспорт. Отправились в небольшое путешествие. Это место, где ангара впадает в Байкал. Ой, или наоборот, вытекает из Байкала. Все, причалилась. Вода чистейшая. Прям дно видно. Это такой прикрепленный бревнами берег. Вот наш паровоз, который повезет нас по КПЖД. Открыли вокзал. Вот так. Подшаманили. Елочки вот посадили. Камушки отреставрировали. Платформы такие сделали стильные. Вот и такой музей со всякими штучками, связанными с КПЖД. Пока стоит поезд, сбегаю до паровозика. Паровозик с красными колесами. Сейчас, конечно, она так полузаброшенная дорога. Ну, вот туристы ездят. Бюджет поправляют. И осталось еще сколько-то местных жителей. А сейчас наш поезд отошел от станции Род Байкал. Эта станция расположена в стуке реки Ангары. Рупомножье мысо-баранчик, который отделяет Ангару от озера Байкал. Сегодня город Байкал – это пересушит певорота на Крукобайкалку. Этот Крукобайкальский участок Крам-Сибирской магистрали строился с 1901 по 1904 год и был вставлен в эксплуатацию даже на год раньше на летном озорке. По количеству разных водоработок, приходящихся на 1 км пути, и по трудности их выполнения, Крукобайкальская железная дорога превзошла все построенные ранее рельсовые пути и по праву считается красивейшей среди железных дорог в мире. На сравнительно небольшом участке, всего 84 км, сосредоточено такое количество искусственных сооружений, каким не обладает ни одна железная дорога в России. Сегодня мы с вами проедем и увидим 39 тоннелей, 16 отдельно стоящих галерей, более 450 миллиардруков, массов, труб, 280 поспорных стенок, а также памятники архитектуры начала 20 века, реферационные и живые постройки. Тоннели и галереи. Их отличие принципиально. Тоннели проливались сквозь площадь споры, а вот галереи, это постройки над железной дорогой, которые сооружались для того, чтобы предохранить на сих пор обвалы. Когда вы проезжаете, например, как и галерея, то практически невозможно определить тоннель, это или галерея. А вот снаружи различить и довольно легко. Пряжкой, это мы часто назвали потому, что он связал разъединенные берегами Байкала в атомной и разъединенные берегами Байкала. Мы часто пропускаем сооружение на участке всего лишь 84 километра. Сегодня мы с вами сделаем остановки в самых интересных местах музея под открытым методом Крово-Байкальской железной дороги. Все эти остановки я буду обновлять заранее по громкой связи. Также на нашем пустье будут непродолжительные технические остановки, по нескольких минут. Вы можете не обращать на них внимания. У нас с вами сегодня будут остановки с информационной, экскурсионной частью и остановки для вашего свободного времени. Первая остановка на итальянской стенке, о которой я уже говорила, в 11 часов 37 минут, это будет остановка экскурсионная. И я, ваш экскурсовод, Корнилова Юлия, буду ждать вас около итальянской стенки вот желтых флажков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok по байкалу надо ходить пешком вот будет круг бак большая байкальская тропа нужно обязательно будет сходить или здесь по кругу байкалки тоже можно ходить пешком тут всего-то 90 километров четыре дня с ночёвкой это вода байкала холодная вот это самый длинный туннель двенадцатый половиночный известен под этим названием здесь есть станция кстати цветет черемуха что это цветет что-то там цветет вот они наши китайцы но я успела я их обогнала на пляже здесь есть всякие строение даже наверно кто-то живет там домик над всем тут раздается китайская речь такие домики здесь и вот эти самые сувениры цены называют жутчайшие каждый бабушка говорит на английском вот название туннеля половины мы на половинке этого участка кругу байкальской железной дороги здесь есть еще мосты бетон и железный сейчас посмотрим обзорная площадочка есть вот эта река через которую сейчас посмотрим мостик и там тоже наши товарищи присутствуют вот так красивее вот паровоз вот такой же как вот мы видели на станции байкала вот бетонный на котором остались жизнедорожные пути и железный второй путь который разобрали смотрите какие арки красавица речка тоже называется половинная вот никак я не дождусь совсем без людей было ну вот по крайней мере поменьше шпалы лежат и вот для пешего прохода положили доски посередине и вот на том пути как раз ну который разобрали стоит вот этот паровоз вороны каркают а это вот самый маленький туннель 13 что ли его длина всего 30 метров вороны каркают учитывая вот так на все вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С двумя туннелями Старый и новый А, ну или видимо для одного пути Или для другого Вы там видите Следы от паровоза Копоти Эти речку загнали Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень интересное решение Вот здесь вы можете наблюдать Два тоннеля Вот тот вот тоннель, который слева Это тоннель номер 18 А справа Это тоннель номер 18 Почему же здесь именно два тоннеля? А дело в том, что Когда сюда пришли строители То они увидели здесь Высокую фото, обрывающуюся в Байкал Салон И сначала они вообще хотели обойти эту салону Чем вы смотрите Видите на даннеле номер 18 Такая же реальная табличка Это место еще Уникально тем, что Именно здесь Произошла стековка Грандсибирской магистрали То есть вот именно здесь Министр худейства общения Михаил Иванович Хилков Забил В сентябре 1904 года Забил последний Так называемый Золотой госты Вот так же посмотрите На сходы тоннеля Видите, вот так интересно Словно вот такими арками Которые немножечко Стоят друг от друга Это специально сделалось Для того, чтобы Если будет обрушение Чтобы салон Смять из него Тоннеля Опирается на дикую И обработанную скалу Почему так получилось? Дело в том, что Когда прокладывали Первый путь То я бы говорила Что тоннели строили Странно на два пути Но очень уж и сильно Хоропились Это был 1904 год Потому что он уже В любви Японской войны Поэтому спешили так Что иногда Когда первый путь Уже был проложен То вот эта вот часть Которая планировали Проложить второй путь Ее оставляли Недоделанной Вот таким вот образом А когда прокладывали Второй путь То все тоннели Просто тонны Закончили Вот эту вот часть Дикой скалы Дикой скалы Убирали И получались Уже хорошие Красиво Работанные тоннели Которые порой Отвесно Совершенно падали В Байкал Вот здесь Вы можете увидеть Что 90% пути Круга Байкалки Проложено По скальным полкам То есть Это не естественная Вот эта выемка А все это Тоже взрывалось И вывозилось Вот там вот Посмотрите Видите слева Такое нагромождение Тоже камней Как скала Вот это вот Называется полувыемка То есть скала была Падала Отвесно в Байкан И вот здесь вот Просто пробили Вот такую вот дорогу Такую выемку сделали И 90% Круга Байкалки Проходит По такой вот Скальной полке Ну и вот Очень красивая Так называемая Одевающая Подпорная стена Которая Как будто бы Обрисовывает Скалу Обрисовывает Ее силуэт И вот тоже Оцените Все это было построено Более ста лет назад Которая Субтитры Анатолий 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...